Мой вопрос касается брака и развода. Нет, нет, это две разные вещи. Сейчас я вижу, что многие молодые люди не хотят жениться. И даже если они женятся, то потом разводятся. Вы не могли бы поговорить об этом? Вам необходимо понять институт брака. Один аспект состоит в том, чтобы принести некую красоту в обыкновенные базовые потребности, которые есть у каждого человека. Есть потребности физиологические, психологические, экономические, эмоциональные, социальные. Существуют самые разные потребности. Для того, чтобы их удовлетворить, мы создали институт под названием брак, в котором они могут быть удовлетворены адекватным образом. В противном случае, если бы все это происходило прямо на улицах, как и у других живых существ, это бы превратилось во что-то очень некрасивое для нас. Брак необходим, чтобы привнести некоторую организованность, эстетичность, стабильность, потому что союз мужчины и женщины естественным образом порождает новую жизнь. Природа человека такова, что из-за возможностей, которые в нем заложены, его дети наиболее беззащитны по сравнению с любым другим существом и нуждаются в большой поддержке. Можно оставить на улице щенка. Если у него будет еда, он вырастет без особых проблем и станет хорошей собакой. Но с человеком все не так. Он нуждается не только в физической заботе. Ему нужна разная поддержка и, прежде всего, стабильное окружение. Спорить о необходимости брака в обществе можно в 18 лет, потому что тело будет требовать свободы. В этом возрасте все задаются вопросом, действительно ли нам необходим брак? Почему мы не можем просто жить так, как нам хочется? Но когда вам было три года, вы чрезвычайно высоко ценили стабильный брак, не так ли? Да или нет? Когда вам 45-50, вы полностью поддерживаете этот институт. Но в возрасте от 18 до 35 вы подвергаете сомнению весь процесс. Потому что когда доминирует физическое тело, оно начинает ставить под вопрос все институты. Это свобода, основанная на гормонах. Ваш ум оказывается под властью гормонов, и вы все начинаете ставить под вопрос. Я не говорю, что брак – это идеальное решение. Но есть ли у вас альтернатива получше? Если у вас есть лучший вариант, тогда к черту брак. Но ничего лучшего вы не придумали, потому что для ребенка необходимо стабильное окружение. Когда вы заводите ребенка, вы начинаете 20-летний проект. Если ваши прихоти и желания могут меняться, если ваши эмоции могут меняться, тогда вам лучше не начинать подобных ситуаций. Брак не является чем-то обязательным в жизни. Вы говорили, что люди задумываются о том, жениться им или нет. Я этому рад, потому что это не является обязательным для всех. Но если уж вы поженились, и особенно если у вас появились дети, вы должны понимать, что хотите вы этого или нет, но этот проект займет у вас как минимум 20 лет. В противном случае не стоит и начинать. Вы же не начинаете какое-то дело, чтобы бросить его на полпути, не так ли? Выбор за вами, но сделайте этот выбор осознанно. Вам не обязательно жениться только потому, что все женятся. Не стоит говорить о браке и разводе на одном дыхании, как будто одно следует за другим. Эта манера возникла в Америке. Думать о браке и разводе как о дополняющих друг друга вещах. Но если уж так случилось, что между двумя людьми что-то пошло не так, и им необходимо расстаться, это в любом случае произойдет. Не стоит планировать это на этапе свадьбы. Почему вы говорите о браке и разводе на одном дыхании? Думать подобным образом – это преступление. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...